Всем привет! Многие спрашивали, что за игра была на прошлом видео, и настало время ответить на этот вопрос сполна. Это Core Keeper. По всей видимости инди-игра, которая за первую неделю релиза была продана аж на 100 тысяч цифровых копий. Это очень много, если что. Это просто нереально бешеная популярность, которая свалилась на игру не просто так. На это есть огромное число причин. О них я расскажу в своем обзоре, который планируется быть достаточно длинным. Ибо и в моем сердце данная игра оставила большой след, подарила много эмоций самого разнообразного спектра. И о них стоит рассказать вам, мои дорогие друзья. С вами канал Играриум, типа обзор на игру Core Keeper, приятного просмотра. Итак, летс гоу. Если говорить кратко, то игра есть адовая смесь Террарии и Стардио Валли. Адовая вытяжка из самых действенных механик и аспектов этих игр, которые все вместе работают достаточно хорошо. Игра представляет собой пиксельную выживалку с видом сверху, с умело вплетенной туда системой крафта, системой боссов, биомов, профессий, РПГ элементов и так далее. О каждом из этих аспектов мы поговорим по отдельности, не переживайте. Мне есть что сказать по каждому из них более чем. Все начинается с короткого интро, в котором нас кратко вводят в курс всего происходящего. Мы один из группы исследователей, нашедших необычный артефакт. Нежданно-негаданно он активировался и унес нас с собой в другое измерение, аки Алису в страну Оз, но только в нашем случае это не страна Оз, а подземное царство, в котором царят свои жестокие и суровые законы. Мы пробуждаемся подле ядра а-ля артефакта и собственно говоря начинаем играть. В начале игры непонятно абсолютно ничего. Нас бросают выживать в открытый мир, будто котенка попавшего в джунгли. Мы тупо копаем и подбираем все подряд, бесцельно бродя по просторам подземки, стараясь не окочуриться от голода и холода. Это уже спустя сотню часов игры, я знаю что к чему и сейчас поделюсь этим с вами. Но вот в начале абсолютный тлен. Гайда нет, подсказок нет, но это абсолютно не мешает восприятию игры. В ней настолько дофига возможностей, активностей, предметов, необычных монстров, что первое время ты просто во все это стараешься вникнуть и более того, получаешь от процесса исследования неподдельное удовольствие. Я серьезно, Core Keeper это наверное первая из игр за последнее десятилетие, в которой мне приятно исследовать окружение. Разбираться что откуда берется очень круто. Нашли новое семечко, обязательно нужно посадить, чтобы понять что из него получится. Били камни киркой, вдруг выпало кольцо, повышающее майнинговые характеристики. Наткнулись на нового монстра, изучаем его паттерн атаки для более эффективной борьбы с ним. А нет, не изучаем, ибо он метнул нас с фаерболом и заваншотил. В ходе исследования данжа вдруг все окружение начинает трястись, с опаской идем к эпицентру и обнаруживаем там огромного босса. В общем, тут просто рай для исследователя. Не подумайте, что я умышленно нахваливаю игру, это не так. Во второй половине я ее буду с такой же интенсивностью ругать, будет за что. В плане же первого впечатления и процесса погружения в мир она шикарна. Теперь я расскажу вам про общую концепцию мира игры. В отличие от своих предшественников, он имеет концентрический тип устройства. Биомы в нем расположены по типу колец на дереве. И чем дальше от центра биом, тем сложнее в нем находиться. На данный момент мир игры имеет два основных кольца. Внутреннее и наружное. Между внутренним и наружными кольцами имеется своего рода великая стена, которая спадет только после победы над главными боссами внутреннего круга. В свою очередь наружное кольцо разделено на три сектора. Два из которых находятся в разработке и закрыты для доступа. Если что, на момент обзора игра в бете и на данный момент имеет версию 0.3. По факту весь движ сейчас заканчивается после изучения первой трети наружного кольца, но поверьте, это настанет очень нескоро. И несколько десятков часов во внутреннем кольце вы 100% проведете. Теперь дальше. Внутреннее кольцо разбито на два основных биома. Биом личинок и биом древних руин. Причем зерно мира каждый раз генерируется таким образом, что меняется расположение колец друг относительно друга, но сами правила расположения объектов относительно самого кольца сохраняются. И если в прошлом мире босс находился в радиусе 500 метров от ядра, то и в новой игре он заспавнится на том же расстоянии, но под другим углом. В общем устройство мира здесь огонь. Давайте поговорим о системе крафта. Крафт предметов здесь ступенчатый, как в террарии или же старбаунде. На данный момент их 5. Дерево, медь, олово, железо и багрянец. Причем багрянец присутствует только в наружнем круге, до разрушения великой стены даже не пытайтесь его искать. Не повторяйте моих ошибок. Для крафта медного оборудования нужен медный верстак, который производится на деревянном. Для крафта оловянного оборудования нужен оловянный верстак, который производится на медном. И так далее по нарастающей. По мере роста параметров самого инструментария на верстаках появляются и новые предметы. К примеру, на оловянной стадии станет возможным создание оружия дальнего боя и рельсов. На железной стадии откроется алхимический стол, ювелирное дело и создание электрических схем. А на багряной стадии вообще все процессы добычи станут автоматизированы, но об этом позже. Чем круче руда, тем дальше от центра ядра она находится. Медь будет доступна с самого начала и лежит она преимущественно в грязевых стенах, которые можно разбить даже руками. А вот для железной руды и золота придется попотеть. Они находятся в древних руинах, которые расположены на периферии и заключены в каменные стены. Их уже голыми руками не возьмешь. Потребуется более высокотехнологичное оборудование. Думаю, с этим вопросом все стало более-менее понятно. Тут мы имеем дело с грамотным геймдизайном, давайте отправимся дальше. Давайте разберем навыки и систему их прокачки. Система навыков здесь чем-то сродни скайримовской. Качается именно тот навык, коем больше всего ты пользуешься. Любишь копать, будут качаться очки майнинга. Любишь бегать, очки бега. Любишь рыбачить, очки рыбалки и так далее. Заработанные очки можно вложить в развитие тех или иных умений, которые в игре представлены в виде деревьев. После вложения 5 очков в умения становится доступна новая, расположенная на следующем уровне древа. И чем выше уровень, тем более баты и умения открываются, но это и понятно. Я с высоты своего огромного опыта в этой игре скажу так. Занимайтесь тем, что больше нравится. В Core Keeper нет бесполезных умений, ибо даже качая банальное садоводство, в итоге вы получите прибавку к дамагу. Вы не ослышались, прокачка даже мирных навыков, будь то рыбалка или же майнинг, в итоге увеличивает исходящий урон, который, безусловно, является первостепенным параметром в любой гринделке. Но не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Навыки качаются крайне медленно. И чтобы развить то же садоводство, понадобится посадить и собрать такое количество овощей, которое поедает все население нашей планеты за год. То есть очень много. Вот прям дофига. Чтобы прокачать майнинг, потребуется превратиться в промышленных масштабов бур, который только и делает, что копает. И так касательно каждого занятия. Да, навыки можно сбросить и перераспределить по мере необходимости, но это не отменяет факта их крайне медленного приобретения. И это прям минус. Ибо я за органичную прокачку без принудительных усилий. Давайте теперь поговорим про боевую систему. Система боя здесь достаточно развитая. Но ее убивают две вещи. Во-первых, отсутствие удобоваримого дамага. Во-вторых, малый выбор оружейного ряда. В основном все наши тактики делятся на два вида. Это дальний и ближний бой. Мы либо бьем врагов издали, настраивая весь шмот под дальний урон, стараясь не попадать под удары. Либо же наоборот, берем в одну руку щит, в другую меч и начинаем фигачить недругов вблизи. Радует механика щита, позволяющая избегать 70% входящего урона. Но всего этого оказывается недостаточно. Особенно для боссов и врагов внешнего круга, которым даже удары оружия из багрового сета не больнее щекотки. Чтобы нормально дамажить на поздней стадии игры на текущий момент, нужно иметь бижутерию на урон, эффект от еды на урон, полностью прокачанные ветки навыков дающие урон, плюс соответствующие зелья на урон. Только тогда твой ДПС начнет более-менее что-либо сносить. А до этого момента ты будешь страдать. А это примерно 90% всей оставшейся половины игры. Все это оставшееся время ты будешь недомажащим куском бесполезного мяса. Есть, конечно же, дополнительные предметы на дэш и кольца на вампиризм, но они не решают проблему от слова совсем. В расновидностях оружие, как я уже говорил выше, здесь тоже не айс. Оно делится на дальнее и ближнее. Но во всем остальном однообразно и не меняет геймплей от слова совсем. В той же террарии у нас есть луки, посохи, цепы, йо-йо, реликтовые мечи, не говоря уже об особых видах вооружения. Здесь же прям не густо. Да, у нас есть один реликтовый меч, который можно скрафтить из редких и труднодоступных реагентов, но даже он не спасает ситуацию, ибо его урон тоже никакой. Таким образом, основы боя в игре заложены, но их надо очень сильно разнообразить, чтобы геймплей не приедался. Давайте теперь поговорим о дополнительных активностях. Сюда можно отнести рыбалку, садоводство, готовку, электрификацию, декорирование и систему компаньонов. В Core Keeper, помимо добычи руды и убийства монстров, существует много других активностей, которыми можно себя занять. Начнем с рыбалки. Для нее нужно соблюсти два условия – иметь при себе удочку и рядом расположенный водоем. Сам процесс представляет из себя мини-игру, в которой нужно тянуть рыбу, когда леска находится в ненатянутом состоянии. Чем круче биом водоема, тем более крутая удочка требуется для рыбалки. Саму же пойманную рыбу можно приготовить, плюс помимо рыбы ловится всякого рода хлам, который можно продать. Теперь садоводство. Тут у нас один в один с Торди Валли. Плугом вспахиваем землю, садим семечко, поливаем излейки водой и ждем всхода. Особенностью игры являются семена, которые растут только на определенном виде грунта. Так, например, каменная морковь растет только на каменном грунте, а сыр прорастает только на зараженном участке земли. Помимо утоления голода, часть выращенных растений входит в состав зелий. В частности, зелья здоровья, которое играет огромное значение в битвах. Так что хочешь не хочешь, а выращивать растения тебе все же придется. Что касается готовки, то здесь тоже все достаточно просто и сложно одновременно. Каждый ингредиент, помимо восполнения шкалы голода, дает еде свое определенное свойство после готовки. Для создания блюда нужно два ингредиента. Что будет давать их конечный результат при сочетании, можно посмотреть вот в этой наглядной таблице. Добавлю только, что есть редкие виды обычных ингредиентов, наподобие золотой морковки, которые могут давать перманентное увеличение здоровья, а также дополнительные свойства приготовленному блюду. И это достаточно круто. Теперь электричество. Да-да, вы не ослышались. В этой игре есть возможность электрификации и автоматизации производства. Есть генераторы, производящие электроэнергию. Есть провода, которые эту энергию будут разносить. А есть и электрические приборы, которые от этой энергии будут питаться. Что из этого выполнено хорошо? Хорошо выполнены провода. На них можно ставить пол, ковры, стены и прочие предметы строительства и декора. При этом сеть не прерывается и все так же продолжает работать. Это прям супер, это прям утирает нос майнкрафтовскому редстоуну, который задолбаешься прятать. Есть предметы и для потенциального усложнения электросети. Всякого рода репитеры, переключатели, дилейеры, выключатели и так далее. Но. Огромное но. На данный момент все эти сложные мегасхемы не имеет смысла создавать в связи со скудным ассортиментом электроприборов. На данный момент их два или три. Особо выдающиеся это лампочка и бур. Лампочка фигня полная, проще поставить факел. А буры? Буры не требуют сложных схем для эксплуатации. Пара-пара-пам. И да, раз уж речь пошла о бурах, то давайте про автоматическую добычу руды. Время от времени вы будете натыкаться на огромные скопления различной руды. Ее не берет ни одна кирка, для ее добычи как раз таки и понадобится пресловутый бур. Сможем мы его сделать только после падения великой стены из багрянца. И сам по себе процесс автономной добычи руды нереально полезная тема. Ставишь бур вокруг источника, а лучше все восемь, окружаешь их конвейерной лентой, электрифицируешь все это дело, на конце ленты размещаешь печь и вуаля, безлимитные руды без вреда сломать психику об продалбливание киркой стен. Пока руда мутится, игрок крутится. Красота? Красота. Но опять таки есть нюанс. Таким образом можно добыть только около 300 единиц руды. Потом месторождение ломается и исчезает. И для меня это дофига большая проблема, ибо придется вновь искать жилу, расчищать площадь, переносить оборудование, в общем заниматься никому не нужной, на мой взгляд, фигней, которую можно было бы и не делать. Теперь, что касается декора. Как в любой другой песочнице, если вам все надоело, вы можете начать наводить красоту на своей базе. На данный момент в игре не так много элементов декора. Это несколько типов стен, начиная деревянными и заканчивая багряными, несколько типов покрытий, всякие дверцы, заборчики. В основном элементы внешней отделки. Что же касается отделки внутренней, то тут интересней. Можно создавать краску, красить стены и пол. При этом стены красятся не просто монотонно, а на них появляется своего рода обойный узор, который смотрится довольно таки уютненько. Плюс ко всему можно создать своего рода верстак декора, который откроет нам возможность ко всякого рода горшочкам, ковриком, факелочкам и прочим финтифлюшкам. Достаточно прикольно, но опять таки маловато. Мой внутренний декоратор негодует. Ну и пожалуй последняя из доп активностей, это компаньоны. Да-да, прямо как в террарии. Строим комнатку, ставим кроватку, дверь, напольное покрытие, свет, спавнер и ждем, пока у нас не появится новый житель. Всего на данный момент их два. Это Бородач и Пещерный Торговец. Спавнер первого падает из слайма босса, а спавнер второго из босса Хайв Мазер. Хз как перевести, мой инглиш на этом этапе написания сценария уже все. Они продают различные реагенты, руды, оружие и даже пищу. Крайне полезные кенты. Правда требуют за все это деньги. Вот без понятия, почему они такие нахальные, если честно. Ведь по сути, мы даем им кров. А они, мало того, что квартплату не платят, так еще и хотят на нас навариться. Все-таки мерзкие типы. Но в качестве барыг довольно-таки useful. Let's talk about bosses in this game. Итак, боссы. Краеугольный камень всея игры. И один из важнейших элементов геймплея. На данный момент их насчитывается 6 штук. 4 во внутреннем круге и 2 во внешнем. Не смотрите на их малое количество, ибо каждый из них разогреет ваше седалище до такой степени, что поплавится все в радиусе 1 метра. Скажу честно, я ненавижу и люблю боссов Коркипер. Ненавижу за то, что они твари такие сложные, а люблю за то, что они твари такие интересные. Как бы парадоксально это не звучало. Поскольку данный обзор перерастает в своего рода гайд, давайте я поведаю вам о первых 5 боссах. О тех тактиках и впечатлениях, которые они мне дали. Босс-слизень. Огромный слизень, которого мы с вероятностью 99,9% встретим первым в этой игре. Без оружия дальнего боя соваться к нему не имеет абсолютно никакого смысла. Нужно прокачать свой сет хотя бы до оловянного уровня, где появится возможность крафта дальнобойной рогатки. Лучше играть вдвоем, где один будет исполнять роль агра, а второй будет вливать дамаг посредством пулялы. Схитрить не удастся. Все построенные стены рушит, а вскопанные ямы перепрыгивает. Более того, при покидании нами зоны сражения, босс восстанавливает свое здоровье и приходится начинать заново. Тем не менее, побеждается довольно-таки легко. После победы над ним появится бородач, а также возможность определения местоположения двух последующих боссов. Босс Хайв Мазер. Это прародительница всея личинок личиночного биома. Рекомендую быть в сетине ниже железного, дабы с ней совладать. Особенность босса в том, что она не нападает на нас первой. И этим можно воспользоваться. Вокруг босса расположены 5 мест для коконов, из которых в процессе борьбы будут появляться и вылупляться личинусы. Личинусы – главная причина проигрышей при сражениях с этим боссом. Ибо их со временем становится просто тьма тьмущая, которую с нашим мизерным дамагом просто невозможно остановить. Но которую можно и нужно замуровать. Ставим два слоя стен вокруг мест спауна коконов, а сами располагаемся в верхней части босса. Откуда и будем вливать свой дамаг. Завалить босса таким образом не составит особого труда. Самое главное – уворачиваться из-под АОЕ и вскапывать лопатой ядовитую слизь. В общем, очень интересный босс, который требует интеллектуального подхода, а именно предварительной подготовки в виде аград. С него падает спавн пещерного торговца и прочая полезная мелочь. И последний обязательный босс – это огромный личинус. Ребят, он реально огромный. Когда вы увидите его впервые, вы офигеете. Во-первых, от фантазии разрабов, во-вторых, от масштабов этой животины. Она кружит в своем вырытом тоннеле, который ни с чем не перепутать, как чертов паровоз. Убежать от нее невозможно, ибо весь тоннель пропитан слизью слаймов, которая замедляет передвижение аж на 50%. Для этого босса понадобится определенная бижутерия в размере слаймового кольца и ожерелья, которые вместе инактивируют эффект слизи и дают возможность нормально передвигаться. Взяв оружие дальнего боя, надев вышеуказанную бижу и съев перчик на скорость, можно дать бой данной гадине на ее же территории. Благо, в плане здоровья она полный дрыщ, несмотря на внушительные размеры. Главное не растеряться ко второй фазе босса, в которой за место концентрических движений она начнет двигаться хаотично. Очень интересный босс в плане самой концепции и в плане того, что для победы над ним жизненно необходим определенный сет предметов. Плюс немалая доля смекалки, ибо самому допетрить до этого не так уж и просто. Это надо думать как босс, стать им. Кстати, особо хитроумные игроки додумались мочить его оловянными ловушками в размере 30 и 60 штук. Изи вариант для любителей попроще. И таким вот образом это были обязательные боссы внутреннего круга, которые побеждаются трудновато, но более чем реально. Но есть еще один необязательный босс – шаман кейвлингов. Место его призыва можно найти в древних руинах кейвлингов. А призвать его можно посредством крафта черепа из осколков кристаллов, которые можно найти там же. Босс имеет две фазы и не имеет абсолютно никакого смысла, дабы тратить на него свое время и нервы. Я серьезно, даже в багряном сете брони с топовой пушкой его фиг победишь. Ибо у него есть вторая фаза, которая меняет его паттерн атаки с дальнего боя на ближний, плюс восстанавливает здоровье босса до 100%. До 100% Карл! Чтобы вы понимали, дроп с босса не стоит потраченных на него усилий. И превращает его в бессмысленный элемент, который понравится разве что любителям хардкора. В общем, даже не буду рассказывать, как его пройти, ибо нафиг надо. Ну и последний босс на сегодня – босс внешнего круга. Летающий титан Азерус в виде птицы. Он продолжает традиции предыдущего босса и также является занозой в пальце для любого играющего в Коркипер. Это чертов телепортер, который беспощадно спавнит стены огня и как вонючий дракон края разбрасывает кристаллы, посредством которых получает отхил. Даже от одного кристалла он может отхилиться так, что все твои предыдущие старания просто-напросто сведутся на нет. И уже отсюда начинается главная проблема этой игры, заключающаяся в дисбалансе. Я не имею возможности залить босса дамагом, дабы легко и непринужденно его пройти. Пока что я вынужден довольствоваться мизерным уроном и танцем с бубнами вокруг главгада. Проще говоря, нас принуждают мочить босса зубочисткой. Хотя такое более чем неуместно и руинит все впечатление от процесса геймплея. Напрочь. Поймите меня правильно, я не изнеженная пусечка. Я просто хочу для начала нормально одеться, а уже потом получать от битвы с боссом удовольствие. Ну может быть легкий челлендж, но никак не боль в пятой точке, связанной с перманентной чередой смертей. Сейчас же это невозможно, особенно во второй половине игры. Пока что ты упираешься в своего рода невидимый потолок, который ничем не преодолеть. Кстати, с боссов падают уникальные предметы. У них есть свой определенный шанс дропа, так что имеет смысл перепризывать и перепобеждать боссов. Чего стоит хотя бы броня личинки. Более того, после победы над боссом появляется возможность скрафтить уникальный боссовый став, который в первой половине игры будет достаточно полезным. Но опять-таки во второй половине игры становится бесполезным шлаком. Так что опять-таки интересно, но дисбаланс. Теперь я думаю вы в полной мере поняли и ощутили мою любовь и ненависть к боссам игры. Можно идти дальше. Кооператив. Как много в этом слове. Игра поддерживает кооператив до 8 человек. В техническом плане он работает без нареканий. Я играл на пару с женой, никаких помех замечено не было. Даже в сундуках можно было ковыряться всем вместе, что в сравнении с той же теркой огромный плюс. Но ходят слухи, что с увеличением числа игроков создание преисподней, в частности боссы, становится сильнее. И если это действительно так, то это непростительно. Учитывая, что их и в солена довольно-таки непросто победить. Ну а в целом, процесс кооператива здесь как нельзя кстати. Играть в песочницы с друзьями в разы интересней, нежели делать то же самое в гордом одиночестве. Можем рискнуть поиграть в неё вместе на каком-нибудь стриме. Как вам такая идея? Вы пока печатайте, а я пойду бить следующий пункт сценария. Он поведает вам о наполненности мира. Ибо на данный момент с этим есть свои проблемы. В игре пока что очень мало врагов, около десятка на всю игру. Они хоть и обладают своим уникальным типом атак, но достаточно быстро надоедают и приедаются. То же самое и с уникальными постройками. Есть данжи, в конце которых располагаются сундуки, но данжи опять-таки повторяются и похожи друг на друга, как две капли воды. Ровным счётом, как и их дробь. Снова наскучивает уже через один-два сеанса подобного экспириенса. Есть конечно же и более уникальные постройки, наподобие лабиринтов, мест интереса, заброшенных шахт, фермерских домиков. Но их плотность опять-таки крайне низка. И особенно остро это ощущается опять-таки в злополучной второй половине игры. Ибо внутреннее кольцо это ещё более-менее удобоваримая на интересные места локация. А вот внешнее кольцо, хоть стой, хоть падай. Однообразные джунгли, по которым надоедает бродить очень и очень быстро. А ещё эти данжи с белыми ходоками, которые спавнятся как мухи. Кто играл, тот поймёт, какая это боль. В общем, наполнение игры буквально во всём оставляет желать лучшего. Мы же передвигаемся к финальной теме обзора – атмосфере. Атмосфера игры хороша. Игру хочется не просто пройти и забросить, а в ней просто интересно быть и наслаждаться. Всё благодаря обилию активностей, красивому пиксель-арту, контрастным биомам, увлекательному геймплею, подходящей музыке и атмосфере таинственности и загадочности. Игра постоянно зарождает в голове игрока всё новые и новые вопросы. А что там за той огромной стеной? А что это за длинный коридор и куда он ведёт? А что если то, а что если это? И так далее. Игра реально затягивает с головой, заставляет погружаться в неё вновь и вновь. Кто не играл, обязательно попробуйте. Я же попытаюсь сформулировать все выводы касательно моих впечатлений и всего вышесказанного. Вывод 1. Непременно играйте, игра стоит потраченного на неё времени. Да, во второй половине она сдувается, по большей части из-за недоделанности мира, из-за недостаточной наполненности его новым всем. Но не забывайте, что это всего лишь версия 0.3. Другие игры должны брать пример с разработчиков Core Keeper, ибо у них в версии 0.3 контента больше, чем у 80% инди-игр в версии 1.0. Разрабы, не знаю кто вы, но вы реально молодцы. Опять-таки скажу, играть стоит однозначно. Однозначно стоит следить за обновлениями этой игры, ибо она реально имеет огромный потанцевал. Она реально станет убийцей террарии, старбаундов, майнкрафтов и так далее, при условии, если её не забросят. Если её доведут до ума, если в версии 1.0 будет в три раза больше контента как минимум, чем есть сейчас. Как видите, очень много если, так что есть очень большая вероятность, что игра так и останется в раннем доступе. Таких долгостроев за свою жизнь я уже повидал не один десяток. Привет, Starbound. Но в любом случае, игра достойна внимания. Даже я, великий и могучий играриум, удостоил сие творения столь долгим обзором. А это значит, что реально очень годно. В общем, у меня всё. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Больше роликов по играм вы найдёте в описании и сейчас на экране. С вами же был канал Играриум, который устал озвучивать столь длительный сценарий и пошёл спать. Всем пока, до новых встреч.